Последний звонок, простые слёзы, учителям мы дарим розы, и всё-таки сложно, ни год и ни два забыть. Ни год и ни два, а 11 лет, проведённых в школе, забыть невозможно, об этом скажет любой человек. Ведь каждую весну, уже много десятков лет, для тысяч молодых людей звучит романтическая мелодия школьного вальса и мелодичный звон колокольчика. Они как символ уходящего детства и вступления во взрослую жизнь. И каждый раз это трогательное прощание со школы, гимназией, лицеем вызывает лёгкую зависть у тех, кто ещё остаётся в ней, и ностальгию у тех, кто её окончил. В этом году 2200 юных брещан покидают родные школы. Они взрослели, мужали, развивались и, конечно, старались, чтобы достойно подойти к рубежу последнего звонка. Грустно прощаться со школой. Даже ещё не конец! Это умные, талантливые, одарённые молодые люди. Завоевавшие немалое количество побед на областных, республиканских и международных олимпиадах и конкурсах, а не будущей страны. Медики и педагоги, военнослужащие, инженеры, строители, менеджеры, дипломаты. Но сегодня они пока ещё думают, куда поступать и как сложится их дальнейшая судьба. Педагоги средней школы номер 8 имени первого героя Беларуси Владимира Карвата дали сегодняшним выпускникам всё, чем владеют сами. Знания наук, знания жизни. Они воспитывали в них патриотизм и любовь к родной земле. Школа, которая показывает высокий уровень преподавания, школа, которая имеет хорошую материальную базу и, самое главное, школа, которая чтит своих выпускников, чтит традиции. И школа, которая является не самой большой, компактной школой, здесь обучаются менее 500 деток, показывает хорошие результаты. Нам это очень важно, потому что не всегда, наверное, большие школы, в которых учатся полторы-две тысячи человек, позволяют уделить каждому школьнику внимание. Вот этот пример школы, он показывает, что, наверное, оптимальное количество учеников в школе должно быть около 500 человек. Огромный труд педагогов 6-й Брестской гимназии имени Георгия Жукова вложен в каждого выпускника сегодняшнего и вчерашнего. За долгие годы учебное заведение выпустило во взрослую жизнь не одну плеяду самых лучших, талантливых юношей и девушек. Они, доставившие много хлопот своим учителям, сегодня благодарят их за долготерпение, выдержку, умение видеть, слышать и чувствовать. Я хотела сказать спасибо именно гимназии, потому что именно она меня подружила с коллективом. В общем, я научусь, на самом деле, 6-я гимназия – это очень хорошая школа для учебы, я не знаю, там. Очень хороший коллектив, хорошие учителя, абсолютно все. Это я прекрасно понял. Сегодня мне и грустно, и радостно одновременно. Грустно, потому что я прощаюсь со своим детством, а радостно, потому что я вступаю во взрослую жизнь. Хотелось бы пожелать всем выпускникам, чтобы они хорошо сдали свои выпускные экзамены и поступили туда, куда хотят. Родителям желаю побольше терпения, а учителям хорошо провести свой отдых. В искренности чувства и надежд признаются своим выпускникам и в педагоге. Такие дни всегда волнительные, тем более у нас очень хорошо выпускается параллель 11 классов, замечательные ребята, 76 человек. Из них 15 претендентов на медали. Творческая, очень активная, очень позитивная, могущая и умеющая много делать. Поэтому очень хочется, чтобы в их будущей взрослой жизни у них все получилось. Мы будем очень рады за них и будем, конечно, за них держать летом кулачки. Брещина славится своими героями, людьми, которые оставили о себе неизгладимый след. Герой Беларуси Владимир Карват, имя которого носит 8-я школа, пример героизма и мужества, стойкости духа, пример жизни настоящего человека, он сделал свой выбор. Свой выбор в эти дни делают и выпускники 2016-го. Каким он будет, покажут жизнь. А сегодня для них прощальные звоноки в небо летят. Воздушные шары как символ их дальнейшей судьбы. Какой будет она, зависит от них самих. На Брещине рождается все больше маленьких берестейцев, которые растут, которым требуются детские сады, новые школы, в которых будут работать талантливые педагоги. Они поведут наших детей к еще не покоренным вершинам, к новым открытиям. Их жизнь должна быть насыщенной и интересной. В этом году появится новый учебно-педагогический комплекс. Это Ясли сад, начальная школа на 471 место. Появится именно там, где этот объект крайне необходим. Это микрорайон Южный. Вы знаете, что главой государства поддержаны предложения области полкома о создании оргкомитета по проведению тысячелетия нашего города. Когда губернатор области Анатолий Васильевич Лис дал команду проработать все направления подготовки нашего города по отраслям, по министерствам и так далее. И, конечно, развитие системы образования останется в поле зрения, в том числе в контексте мероприятий по тысячелетию нашего города. Лариса Осмоловича, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.